Всем привет ребят, вот такое у нас экстренное включение. Хотел просто поиграть по фану, побегать по настроению, но приходится сообщать плохие новости, которые существуют на русском ютубе. Сегодня 4 апреля, именно эта дата была названа и пророчила нам блокировку ютуба. Но если вы смотрите это видео, то слава богу фарма и рандома, что уберег нас от мести, которую замышляет Роскомнадзор. Три раза нас пугали блокировкой и возможно четвертый раз уже будет последним. До последнего я надеялся, что все одумаются, но похода нет. Приходится и мне записывать подобные ролики. Ситуация в чем? Кроме как месть, это действие я не могу назвать по-другому. Дело в том, что ютуб блокирует все каналы, связанные с государственной структурой, и поэтому Роскомнадзор в отношении решили, в смысле в ответном решении говорят, если вы не дадите нам спокойно вести свои каналы, то мы заблокируем ютуб на всей территории России. И Роскомнадзору абсолютно поебать, что пострадают тысячи каналов, у которых на ютубе и бизнес свой, и крупный канал, для которых ютуб стал повседневной работой. Им это как-то до лампочки, их не волнует судьба русского ютуба, им важна только своя месть и благополучие. Вот, я в смысле к чему все это веду? Если все-таки ютуб заблокирует, то не теряйте меня. Я создал канал на Яндекс.Дзен и продолжу там вести свое дело. Я потихоньку туда копирую свой контент с ютуба, так что в случае беды, если что, жду вас всех там. Ссылка на мой дзен будет в описании. Постараемся вместе с вами продолжать то дело, что делали на ютубе, хотя по последним данным, что нам поступает, мы не совсем уверены в новой площадке. Судя по последним новостям, переносить свое творчество с ютуба на Яндекс.Дзен это полный крах карьере. Вот. Ну, пока мы думаем и переносим туда контент, чтобы не пропал впустую, что ли, скажем так. Что предложит новая площадка, нам в скором времени увидим. Также не хочу вас огорчать, но походу придется. Мы заморозили все проекты, которые готовились. Особенно это касается читеров. Больше трех проектов стоят на месте. И все дело в том, что и Роскомнадзор, и ютуб делают все, чтобы каналы остановились. Если кто не знал, то ютуб подключил монетизацию, и уже очень даже давно, для всего русского ютуба. И теперь блогеры работают либо в минус, либо за спасибо. И теперь многие каналы существуют только на поддержке зрителей и их донатах. Если кто-то тоже хочет меня поддержать пожертвованием, чтобы канал продолжал жить дальше, ссылка на донат будет в описании. Дело это добровольное, заставлять себя не надо, но за поддержку буду благодарен, конечно, каждому. Вот эти две проблемы, которые сейчас волнуют всех. Блокировка ютуба и отключение монетизации. Как другие, не знаю, но по себе скажу так. Сейчас я думаю приостановить свой канал на время, или же остановить его совсем. Меня такое решение полностью не устраивает, и мне тяжело будет с этим смириться, потому что я над каналом работал 7 лет. Это реально были тяжелые 7 лет, перед которыми висела хотя бы какая-то мотивация, которую, к сожалению, ютуб и Роскомнадзор решили отнять. Многих из вас, конечно же, такое решение тоже не обрадует, и я могу прекрасно понять почему. Но, к сожалению, блогеров зажимают все больше и больше. Многие даже не поймут, о чем я сейчас говорю, а многие согласятся, что это всего лишь месть, в которой пострадает, как обычно, простой народ, а не коалиция. Лирика лирикой, конечно, но главное, что вам нужно запомнить, что в случае блокировки я вас всех буду ждать на Яндекс.Дзене. Постараемся продолжить наше дело тама. Надеюсь, Яндекс.Дзен не будет меняться в худшую сторону, слушать политику и принимать решение, конечно же, своей головой, а не той, которая действует во благо только себе. Потому что работать в ущерб себе, ну, я вам, ребят, скажу, такое себе, конечно, удовольствие, и... Так что пока приостановка канала это тот вариант, к которому я склоняюсь в данное время все больше и больше. Как ситуация повернется, на самом деле, сложно сказать, вообще ничего не понятно, но надеемся, разумеется, конечно же, на лучшее. Ну, а там, как говорится, будет видно, куда идти, куда стремиться. В общем, разберемся, духом пока не падаем. Посмотрим, подумаем, порешаем. Про VPN я знаю, но это все равно не поможет вернуть канал на ту точку, на которой мы с вами были. Такие вот главные новости на повестке дня. Не смею вас больше задерживать. Всем удачи и мирного неба над головой. Субтитры создавал DimaTorzok